Приветствую вас, хоть вы уже и выбрали ответ, вот свой вопрос о лучшем. Я все-таки отвечу вам тоже, потому что, ну, прочитал ваш текст. Смотрите, вы не работаете над твоей софобией, потому что что-то вы делаете, это по сути, по факту. Что-то вы делаете. Это, знаете как, это рационализация. То есть вы просто занимаетесь рационализацией своих, своей проблемой. Вот, и все. Вы больше не делаете ничего, ничего. Вы описали очень хорошо чувство стыда, которое у вас есть. Очень хорошо описали чувство стыда. Я считаю, что очень хорошо. Вот, потому что чувство стыда, оно здесь является вообще центральным чувством. Чувство стыда, чувствую, что вам стыдно, чувствую, что вот я какой-то не такой. Это не принятие, не принятие себя, а таким, какой выгод спасут. И именно это является ключевой проблемой здесь. То есть вас пугают люди, вас пугают люди, потому что каждый из них способен повлиять на то, что вы думаете о себе. И, знаете, каждый, любой человек, у которого, ну, могла бы быть подобная проблема, да, вот любой человек, у которого, ну, у которого просто вот могла бы существовать такая трудность, как у вас. Любой бы человек, любой бы человек, боялся людей, потому что это страшно, когда ты не знаешь ничего о себе наверняка. Это страшно, когда ты не можешь ничего сказать о себе наверняка. И ты себя получается вот таким, какой ты есть, не принимаешь. Мне кажется, это очень, это очень, очень страшно, и нет ничего удивительного в том, что вы... Задача, которая, которую можно сформулировать в таком ключе, представляет из себя принятие, 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 принятие себя, безусловно, принятие. Таким, какой вы есть. Вот. И все. И устойчивые представления о себе, именно, именно устойчивые представления о себе, они полностью уберут ваш страх перед любым человеком. Не важно, кто на вас смотрит, не важно, кто что о вас подумает, если вы будете иметь столько представлений о себе. Ну вот. В этом косвенно помогает собретение своего собственного смысла, корректирование своей собственной системы ценностей. И так далее. И так далее. То есть это вот такой набор определенных мер, которые позволят, позволяют человеку более уверенно себя чувствовать. Но в целом, это все-таки безусловное принятие себя. То почему вы не принимаете себя, ну, таким вот, какой вы и отец, скорее всего, идет из детства. Ну, либо из вашего негативного опыта, либо, как вот вариант, это отсутствие вашего смысла жизни. То есть вас, как бы, люди, вот они определяют. Ну, просто вот определяют. Вас люди определяют. Вы сами не идете куда-то, вы сами не решаете, что вам делать, вы сами не принимаете решения относительно своей жизни. Плюс ко всему, то, что вы боитесь, это то, чего вы хотите. Это ваше желание. И, коль изникает такая ситуация, что вы боитесь людей, то очевидно, что для вас это имеет значение. И, я думаю, вы вряд ли будете спорить, но я надеюсь, что вы не будете спорить с тем фактом, что, если у вас, ну, если для вас люди значимые, ну, вот, то, значит, какие-то желания связаны, связаны с ними. Ваши, ваши желания связаны с ними какие-то. И, соответственно, нужно поисследовать, поисследовать, какие желания связаны у вас с людьми. Вот, мне кажется, такой ответ можно вам предложить с точки зрения профессиональной психотерапии. Вот, кто-то вы занимаетесь сейчас, самолечением, ну, это абсолютно неэффективно. Вот. Вот вы говорите, значит, работают нахилипиды. Ну, не работают. Вы пытаетесь это все рационализировать, пытаетесь себя еще больше зажать. Ну, это не поможет. Ну, вот. Работают с чувствами. Терапия, психотерапия вам поможет, да. Вот. Значит, по поводу мыслей. Не могу ответить, не могу ответить на величие мысли. Вдруг кто-то заговорит со мной знакомых, а я такой сонный. Не подумайте, что я тормоз, что буду смеяться. У меня трясутся руки. Это будет позор. Позор, это стыд, стыд, непринятие себя. Смех изменить ваши представления о себе, потому что они неустойчивы. Вот. По поводу того, что вы сонный. Ну, у меня возникает вопрос, да. А вот с чего? Во-первых, с чего вы будете сонны, если кто-то с вами заговорит. Во-вторых, почему человек должен подумать обязательно на свой сон, да. То есть, опять же, это к вам вопрос, что вас неустойчивы представления о себе. Вот. Вот. И почему вы считаете, что будет позором, если, ну вот, если будут смеяться? То есть, как бы, ну, смеяться, что вы сонны. Ну, будет смеяться и что. То есть, я думаю, что здесь вам, мне кажется, здесь вы слишком серьезно к себе относитесь. Именно вы, именно вы, вот, слишком сильных, сильных серьез, серьезно себя воспринимаете. Вот. Это не та позиция. Вот. Это не то направление, да, не то направление, в котором вам, вот, мощно, ну, двигаться, там, абсолютно не то направление. Вот так, я думаю, можно вам ответить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация различится. Небольший такой постскриптум. Социофобией является заболевание. И, как любое заболевание, его нужно лечить. Лечит заболевание при наличии установленного диагноза врач, либо психиатор, либо психотерапевт, либо клинический психолог. Вот. И, помимо медикаментозного лечения, вам еще назначается и психотерапия. Вот. Так что, если вы говорите, что у вас социофобия, то нужен диагноз. Диагноз, что у вас социофобия. Вот. Вам назначали соответствующие препараты. Вот. Всего вам самого доброго.